друзья здравствуйте сегодня хочется поговорить о блочниках у меня их немного я их не очень люблю потому что с ними мороки много но как показал опыт без них никуда содержим блочники на пусках пробкового дуба так вот приматываем дальше они приживаются это у нас бульбофилум бульбофилум какой фокусируйся до сложное название их таких несколько ними желтые некрупные цветочки здесь у нас другие блочники нам это очень мелкие растения имеются имеющие некрупные цветки это у нас динема полиболбон еще энциклия можно назвать имеет тоже некрупные цветочки нас идет очень обильно бульбофилум ротшильдианум ну это наверно первый бульбофилум который я из крупных содержу на блоке он достаточно крупный поэтому наверное вскоре он переедет в горшок перейдет в горшок он станет я присыплю немножко корой он будет расти здесь бульбофилум очень редкий лансиану бульбофилум очень тяжело приживался видите две бульбы от гнило и тут одна я думала не выживет нет дал ростик так как блок содержу влажно лучше даже кто-то прижился ну надеюсь он его вытянет хоть останется живой растение дальше здесь даже есть и логинка индонезия тоже на блок потому что вот вот просто лестницей растет другому и невозможно пока сидит был рост но рост она сбросила надеюсь да с другой стороны видите мук зеленый потому что реально постоянно влажная тут даже еще один гульбофилум я говорила что один содержу на блоках оказывается еще один такой крупнецкий но нет в бирке я не знаю кто это ну растет будем узнавать тоже влажненько такие корешочки на блоке красивые растут в чем плюс блоков на блоках нельзя растения залить она будет находиться постоянно влажным но нету переувлажнения почвы как например это бывает в горшках почему в горшках растения загнивают многие переходят на блоке здесь вообще очень редки бульбофилум конечно расскажу он страшный для меня страшно красивы имеет ростики здесь хвостик вот здесь он ростик там то бульбофилум я наверно в комментарии добавлю как он цветет очень красивый тоже очень редким держу влажную буквально мокро мокрый блок ну куда же без пятен потому что это природник грубо говоря из лесу содержу их в поддоне поливаю я сверху душиком налила немножко водички водичка стоит со временем она высыхает ну постоянная буквально стопроцентная влажность тут даже если не акклиматизационные растения это энциклиоцитрина так как тут влажно он дает дает ростики я надеюсь что у нас не получится подружиться здесь в этом поддоне блоки еще мельче там буквально крупные это ионопсис он такой вроде не крупное растение но имеет длинные цветоносы цветет очень обильно очень красиво это ионопсис паникулата паникулата да ростики растет очень хорошо вообще без проблем на растения так здесь второй такой красавчик они приехали с бразилии уже дали ростики поэтому я думаю будут даже цвести но с этих ростиков да точно дальше здесь еще мелкий бульбаш бульбаш идет у нас макрантум тоже очень красивые цветы имеет но не крупные это для любителей блочников тоже мог зеленый это означает что он постоянно влажно здесь микроскопические волосатики такие вот смешные это изобылия виргиналис интересные бульбочки как в сеточке находятся у них несколько экземпляров тоже для любителей блочников маленькие растения еще блочник здесь у нас сафронитес это мелкие котлеи которые идут тоже на блоки это взрослые растения но они вот такие маленькие акклиматизационные трихоцентром по моему тигрину да вот он дал ростик будем растить дальше здесь у нас здесь у нас вот даже вот если увидите вот корешочки такие интересные маленькие идет это у нас лептотес бикалор были с цветоносами он цветет с каждого роста буквально и в этом ростик сзади дал он тоже с него будет цвести тоже вот по такому кусочке коры по блочников наверно все но есть тоже акклиматизационные растения фиксирую на блок потому что их как-то возможно выходить что дендробиум очень тяжело у нас не получается до блоки можно просто поставить в горшок если вы не хотите на блоке просто сверху проливом проливать есть у меня тоже такой товарищ положить не могу сильно замокнет мха много тоже и анопсис поэтому можно так поставить горшочек просто сверху проливать вроде горшок а вроде и не горшок наверно пройдемся еще одни из блоки отдельно висят но эти товарищи меня впервые и танцы идем по моему верочка у нас есть на другом 2 мне он имеет такие и листья и туберы одновременно хотя вот если присмотреться у него есть бульбы как таковые но вот это листья считаются пока тоже акклиматизационные но тут блок интересный просто сетка внутри мох не толстый слой мха но поддерживаю влажный просто пшикаю он даже дал ростик но сейчас его не увидишь здесь а вот на этом экземпляре рост можно увидеть вот зелененький там тоже экземпляр цвел много раз вот остатки цветоносок ну интересно очень растения наверно по блокам обзор все больше я блоков нету